Всем привет! Это Doogee V30 Pro. Сегодня, как вы поняли, про него поговорим. Это новый защищенный флагманский гаджет компании Doogee. Он имеет крутые характеристики, я с ним походил, мне есть что вам рассказать. Устройство прикольное и стоит на него обратить внимание. Итак, погнали к его характеристикам. А характеристики очень достойные. Работает система на свежем 8-ядерном процессоре Mediatek Dimensity 7050, изготовленному по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 6 ядер Cortex-A55, энергоэффективных, на 2000 МГц. Применен графический процессор Mali-G68MS4. Есть поддержка оперативной памяти LPDDR5-4X и флэш-памяти UFC 3.1.2.1. Благодаря встроенному модему он обеспечивает соединение на скорости до 300 Мбит. Mediatek Dimensity 7050 в бенчмарк-тестах оказался быстрее, чем Mediatek Dimensity 1080. И на одном уровне со своим аналогом, чипом Qualcomm Snapdragon 778G. Если человеческим языком, то смартфон работает на мощном железе, тянет все новые игры и глюков или фризов не наблюдается. А про программы я вообще молчу. Хотя если у вас есть какие-то сложные программы, которым нужен требовательный смартфон, то пишите их название в комментариях и я в следующих обзорах буду их запускать. ОЗУ тут также не обидели. На борту 12 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения плюс 20 ГБ, чтобы никакие приложения не закрывались в фоне. И в итоге получаем 32 ГБ оперативки. С накопителем на 512 ГБ не возникнет проблем с местом для хранения приложений, фото, видео, музыки и прочих данных. И при этом имеется еще и возможность установки microSD карты объемом до 2 ТБ. Как и положено защищенному смартфону, Doogee V30 Pro выполнен в ударопрочном корпусе и соответствует ключевым стандартам надежности, включая IP68, IP69K и военному стандарту MIL-STD810H, что означает полную пыли и водонепроницаемость, а также устойчивость к перепадам температуры, влаге, тряске и прочим внешним воздействиям. Если рассматривать смартфон с точки вида смартфона, то на картинке он выглядит более презентабельно и стильно, чем в реальности, хотя с виду он все-таки неплох. Справа на торце кнопки регулировки громкости и кнопка включения-выключения, в которую интегрирован датчик отпечатка пальца, что очень удобно и сам датчик очень шустрый. С левой стороны слот под симку и флешку и программируемая кнопка, на которую можно задать до трех различных действий и включать или отключать их. Функция полезная. Снизу под защищенной заглушкой находится Type-C разъем для зарядки и наушников. Сверху и снизу, как видим, находятся еще и динамики под небольшим углом, которых вроде 4, но по факту 2, один сверху и один снизу. Это хорошее отличие от смартфонов подешевле, так как звучание здесь очень классное в сравнении с другими гаджетами. Звук объемный, громкий, а в настройках можно включить функцию улучшения звучания, хотя я прироста качества не заметил. Спереди 6,58 дюймовый IPS-экран с 4К разрешением 2480 на 1080 пикселей и относительно тонкими рамками. Дисплей приятный, картинка сочная, можно смотреть контент в 4К, что круто. Но что еще круче, так это 120-герцовый дисплей, что дает максимально комфортную плавную картинку в играх. В настройках можно изменить герцовку на 60, 90 или 120 герц, но имейте в виду, чем больше частота, тем быстрее будет садиться батарея. Хотя она тут совсем не маленькая, и ее хватит на долгое время. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кстати, батарея у нас литий-ионная, на 10800 мАч. Большие батареи, как вы знаете, это достоинство защищенных смартфонов. Лично я заряжал смартфон раз на 4-5 дней при моем стиле использования, а я пользовался частенько. В комплекте нам положили мощный зарядный блок на 33 Вт, а вот при зарядке V30 Pro у меня вышел небольшой конфуз. Конфуз заключался в том, что первый раз, когда я ставил телефон на зарядку, я пользовался своим 100-ваттным зарядным устройством, на который у меня был обзор. И за ночь гаджет зарядился буквально на процентов 10-11, что меня как бы потрясло в небольшой шок. Потом я достал 33-ваттное зарядное устройство, оригинальное, от телефона. И за полтора часа у меня с 30% зарядилось до 100. Полтора часа 70%. Батарея 10800 мАч. Круто! Так что вывод какой? Пользуйтесь оригинальной зарядкой. На задней стороне смартфона красуется многокамерная система во главе с 200-мегапиксельным модулем. Всего камер V30 Pro 4. Три задней стороны, крутейший 200-мегапиксельный модуль, 24-мегапиксельный модуль для ночной съемки и 16-мегапиксельный ультраширокий макрообъектив. А спереди камера от Sony на 32-мегапикселя, фронталка. Для фото 200-мегапиксельного модуля смартфону нужно много света, дабы избежать шумов. Но фото при этом очень крутые. Можно выставить разрешение и поменьше, тогда смартфон и в вечернее время делает вполне годный контент. А что же касается видеозаписи, то она в сравнении с предыдущими моделями явно выросла. Снимать можно в 4К 30 кадров в секунду. Качество на уровне. Запись звука среднего уровня качества, так как у большинства конкурентов. Кому интересно качество видео в 4К 30 фпс, то вы сможете увидеть его в конце видео. Я специально переместил его в конец. Мне лично камеры очень понравились, они прям крутые. На счет другой начинки смартфона, то она тоже на высоте. GSM, например, остается активной и актуальной технологией в современную эпоху. А благодаря расширенным возможностям 5G, V30 Pro позволяет пользователям использовать весь потенциал развивающихся технологий. V30 Pro оснащен двухдиапазонным Wi-Fi и Wi-Fi 6. Есть бесконтактная оплата NFC, Bluetooth 5.2. Из навигации у нас GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. А из датчиков это акселерометр, компас, отпечаток пальца, геомагнитный датчик, датчик гравитации, гироскоп, датчик ночного видения, магнитометр, шагометр и приближение. В V30 Pro встроен компас, позволяющий пользователям без труда находить дорогу и ориентироваться в незнакомых местах с помощью надежной технологии определения направления. В общем, помимо фишек смартфона, в нем есть все функции, которые присутствуют и в других новых устройствах, которые работают на 13-м андроиде. Лично я негативных сторон выделить не могу, ну разве что дизайн на рендерах был поярче. И вот вспомнил про фонарик, он ну не самый яркий из тех, которые были у меня на обзоре. Фонарик как на обычном смартфоне. В камере стабилизатор хотелось бы программно лучше настроить при съемке видео, а так все достаточно на крутом и высоком уровне. В V30 Pro прикольный смартфон, броневичок, имеет хорошую защиту, имеет крутые характеристики. И для женской руки, конечно, телефон немножко не подходит, но для мужиков штука достаточно нормальная. Не сильно уж и увесистая, привыкается, пользуется нормально, можно одной рукой нормально пользоваться, никакого особо дискомфорта я уже не ощущаю. Буквально привыкаете за один день. Гаджет крутой, характеристики ему хватает на все потребности. Камера, как вы видели, снимает круто. Не знаю, мне лично понравился. Для моих характеристик, вернее для моих нужд, гаджет вполне-вполне крут. Ну, честно скажу, мне его защита так сильная не нужна. Он уж сильно защищен для меня, я особо никакие вылазки не лажу, нигде его не бросаю, не топлю. Свои смартфоны, вот камеру включил. То есть, все в зависимости по вашим нуждам. Если вам нужен защищенный броневик с хорошими характеристиками, мощными, с классной камерой, и что мне кажется важно с камерой ночной съемки, это одна из главных фишек подобных смартфонов за подобный бюджет. И если вам не кусается цена, то я очень рекомендую рассмотреть. Дизайн, конечно, немножко не такой, как на картинке, но типа, камон, кому там сильно нужен этот дизайн в полевых условиях, когда вы там ловите рыбалку или на охоте, например. Как-то так. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете про данный смартфон. И на сегодня пока-пока, скоро увидимся. Всем привет. Так, снимаем телефон V30 Pro Dujim. Это у нас фронтальная камера. Снимаю в гараже. Света, ну, много света на самом деле. Пишет картинку. Ну, хорошо, слушайте. Прямо довольно хорошо. Выхожу на улицу. На улице погода пасмурная. Вот, как-то так. Вижу захват лица. И как для фронталки, конечно, достойно. Достойно пишет, как для фронталки. Звук, ну, думаю, нормальный. Слышно меня должно быть очень хорошо. Ну, я думаю, что стабилизация тут не сильная. Можно приблизить. Четырехкратные приближения. И вот я смотрю, что на любом режиме приближения идет захват лица. То есть, камера постоянно пытается захватывать лицо. Так что, круто, переходим к передней камере. Итак, тестирую уже на другой день камеру. Это у нас передняя камера на 200 мегапикселей. Видеосъемка. Ну, думаю, картинка должна быть шикарной. Тестируем уже на улице. Уже выпал снежок. Вот, потому и решил он переснять и показать. Потому что уже погода поинтереснее. Покрасивее. Вот, как-то так. Снимает камера в 4К. Это очень круто. Очень круто. 4К съемка. Это прям хорошо. Вот так солнце на меня светит. Ну, вот как-то так. У нас минус 15, наверное. Выпал снежок. Ну, круто. Погодка просто шикарная. Мне такая нравится. Снимаем режим ночной съемки в гараже. Оп. Оп. Выключили полностью весь свет. Так. И, ну, вот. Видно достаточно хорошо. Я бы даже сказал бы. Подвал. Пошли в подвал. Я пока не вижу. Короче, капец. Я в подвал спускаться не буду. А то я упаду, наверное, еще что-то себе разобью. Вот так покажу. Там вообще ничего не видно. Вообще. Темнота. Вот так снимает камера ночной съемки. Видно хорошо. Так. Теперь надо аккуратно. Ой. Чтобы не упасть. Обратно. Я сейчас не вижу вживую. О. Все. Пошел свет. Покажу еще камеру ночной съемки с близкого расстояния. А то в подвале все там далеко сильно. Ну, вот. Ну, вот. Телефон. Можно. Ну, все. Все читаемо. Вот. Ну. Инструкции. Да. То есть. Камера отрабатывает себя очень хорошо. Очень. Можно даже в темноте. В кромешной темноте. Прямо брать и читать. Что я считаю круто. Вот камера. Наводится фокус на нее. Моя основная. Ну, вот. Как-то так.